Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Страдания Святой Мученицы, Детерии и Смею, Лаодития, Сражителя Нечного. Первый год царствования нечестивого императора римского Антонина со 138 по 161 год. При управлении Грецией Егемона Савина христиане, проживавшие в ракийском городе, строя на поле, ежедневно собирались в свой храм. Здесь они усердные молитвы и спрашивали от Бога мира и увеликений верующих. Так как тогда было немного боящихся Бога христиан, да и те тяжко бедствовали по случаю гонений. Гонения же были возникнуты на христиан, потому что император Антонин был съездником, приносил жертву нечестным идолам и повсюду разошлал приказ, которым повелевал умерщвлять всех тех, кто не будет приносить жертву нечестным богам. Когда это повеление царское дошло до фракии, то Егемон Савина отправился с этим приказом в город Троянополь и назначил для граждан этого города день, в который они должны были принять участие в празднице в честь их Бога Дия, Дий или Вевс, верховный бог древней греческой религии, считавшийся родоначальником прочих богов. В празднице это называлось лампадафория, то есть священношение, и должно было начаться спустя три дня по прибытии Савина Троянополь. Лампадафория или лампада додромия у древних греков называлась, собственно, бег с факелами. В этих бегах принимали участие главным образом юноши. Бегайки устраивались на призы, которые выигрывали юноши, пробежавшие известные расстояния с зажженным факелом или светильником. Лампадафории соединились с различными религиозными праздницами и торжествами, обычно в честь богов света и огня, Прометея, Пана, а также и верховного бога Зевца. В этом городе проживала одна христианская девица по имени Гнекерия, дочь Макария, бывшего ранее римским анхипатом, это городоначальником. Гнекерия переселилась сюда из Рима вместе с родителями своими, а затем осиротела. Здесь она уверовала во Христа и присоединилась к христианам. Она ежедневно вместе с ними посещала храм Божий и терна молилась здесь как Господу Иисусу Христу, так и его пречистой матери, в которой она имела особенную сильную любовь, как к матери сына Божия, подражая ее непорочному девству. Гнекерия обручила себя Господу Иисусу Христу в невесту. Она часто поучала христиан, говоря так, «Братья, сестры и отцы и все прочие, заменяющие для меня мою мать земную, послушайте меня, припомните, какому царю мы служим, образ какого царя мы носим на себе и каким знамением мы ограждаем себя. Будем же всячески стараться исполнять и заповеди этого царя, дабы получить нам спасение вечное, которое будет дано лишь тем, кто честно и мужественно исполнил все обязанности христианского звания». Христиане же отвечали ей, «Мы все готовы хоть сейчас положить души наши ради Господа нашего». На это Гнекерия говорила им, «Прошу вас, помолитесь обо мне ко Господу, дабы Он укрепил и меня на подвиг вместе с вами, дабы Он сподобил меня пострадать ради иния Его. Помолитесь обо мне ко Господу, да пресчет Он и меня к лику нетленных невест своих, пребывающих в Его небесном святоге». И молились о ней христиане. Между тем, спустя три дня по прибытии Савина, строя на поль, началось языческое и нефестивое празднование. Граждане-язычники, проживавшие в том городе, собравшись вместе, с зажженными свечами устремились всех капить чудие. Увидав это блаженная девица Гнекерия, восплывала ревностью о Христе Господе Боге Своем, сотворив на себе крестное знамение, она с поспешностью пошла к капищу Дзивиеву. И Сав перед собранием язычников громко сказала Егимону, «Честный игумен, вот я желаю начать приношение жертвы для Бога истинного. По своему происхождению я славнее всех жителей города этого, потому что отец мой занимал почетную должность ансипата славного города Рима. Поэтому мне и следует первой принести жертву Богу». Егимон же сказал ей, «Но где же твоя лампада, при помощи которой ты разожгла бы свою жертву?» Святая Гликерия отвечала на это, «Моя лампада начертана у меня на теле моем. Она неугасима и просвещает всякую жертву, приносимую Богу истинному». Однако Егимон не понял сказанного Гликерией, поэтому обратиться к ней он сказал, «Хорошо, подойди и принеси жертву раньше всех». Но Святая сказала, «Бог вечный не требует, чтобы Ему воскуряли лампады издающие дым. Поэтому прикажи погасить лампады у всех, дабы не было видно этого мерзкого дыма. Вот тогда вы и увидите мою жертву непорочную, которую я намереваю сонести Богу своему». Егимон приказал погасить все лампады. В это время Святая Гликерия, став на возвышенном месте, та, что была видимо всем народам, открыла село свое и показала всем знамение Креста Христова, начертанного на теле ее. Затем сказала во всеуслышании предстоявшим, «Видите ли вы теперь пресветлую лампаду, сияющую на теле моем?» Затем, подняв очи к небу и воздевши свои руки, сказала, «Боже, всесильный и прославляемый рабами своими, изъявившийся с пищи Вавилонской трем отроком своим и избавивший их от огня, заградивший уста львов, сделавший победителем раба твоего Даниила, разрушивший идола вила, умертливший змеи и сокрушивший образ бесовский на поле геири. Ты, Иисусе Христе, пречистый Божий, агнец святый, молю тебя, прийди и помоги мне, смиренной роде твоей, сокруши идола этого, сделанного руками человеческими, и уничтожь эти мерзкие и суетные бесовские жертвы». Во время, как святая молилась так к Богу, внезапно произошел гром, причем Идолгеев упал на землю и разбился на малой части, он был сделан из камня. И Димон же и жрецы, видя это, распалились с яростью и приказали народу «Побить святую камнями!» Однако камни, бросаемые на святую, не прикасались ее, но падали около нее, и, образуя как бы крепость кругом святой, защищали ее от язычников. И шестивые и жрецники, не познав силы Божией, называли святую волшебницею. Но она им сказала, «Сила Христова, действующая через меня, обличает заблуждение ваше. Помощь же Бога моего обратит в ничто все мучения, которые вы замыслили на меня». После этого Идимон приказал, связав святую, отвезти ее в темницу. Стражам же темничными Идимон велел с великим вниманием наблюдать за святой, сказав им, «Смотрите, как бы она ни убежала из темницы по волхвованию своему, тогда она скажет, что это ее Бог избавил ее, а через это она может пререстить многих». Святая же девица сказала Идимону, «Безумный и нечестивый, безрассудный человек, неужели ты не понимаешь, что я связан с заповедями Господа Бога моего и пригвождена к закону Его. Я не могу отрешить себя от этих принятых для меня приятных ужин, потому не могу я и бежать от страдальшестого подвига, на который я сама по своей воле иду ради Христа, Спасителя моего». После того, как святая изрекла слова эти, она была отправлена в темницу. В то время, как святая Глитерия находилась в темнице, к ней пришел Иерей Божий, селократ, желавший навестить узницу Христову. Святая сказала ему, «Осени меня крестным знамением, украшив меня этим знамением, как бы неким помазанием, помолись обо мне, дабы я угодила Богу моему и царю, которому ты служишь, помолись обо мне, дабы я буду себя граждена знаменем честного креста, победила злобу дьявола». Пресвитер, ознаменав Глитерию честным крестом, сказал, «Да поможет тебе знамение Христова, да будет для тебя духовным миром сам Христос, помазующий тебя Своею благодатью, дабы ты мужественно выдержала подвиг свой». Укрепив о Господе Глитерии и преподав ей мир, килократ вышел из темницы. Утром следующего дня Егемон Савин прибыл на двор царский, намереваясь здесь мучить святую Глитерию. Подозвав ее к своему судилищу, он сказал ей, «Согласна ли ты теперь, Глитерия, принести жертву великому богу Дию, которому поклоняется и приносит жертвы и сам император наш?» И та и отвечала, «Как же я могу поклониться ему или принести жертву, после того, как Бог ваш упав на землю, разбился на части, не будучи в состоянии оказать себе самому помощь? Я знаю только одного Бога, живущего на небесах, который помог мне сокрушить нечистого идола вашего. Вот этому-то Богу и следует поклоняться, приносить жертвы и благоугождать». Егимон снова сказал, «Принеси жертву, если не желаешь подвергнуться мучениям». Святая же отвечала, «Меня будет мучить мой Бог, если я послушаю тебя». Егимон сказал, «Значит, ты хочешь умереть?» Мученица отвечала, «Я хочу своими телесными страданиями увращевать свои душевные болезни». Тогда Егимон приказал «Повесить святую за волоса на мучилищном дереве и строгать железными ногтями тело ее до тех пор, пока она не умрет». Когда святая была повешена и мучима, то совершенно не ощущала боли от мучений и сказала Егимону, «Нечестивая ей преисполнена всякой злобы слуга дьявола, все муки, которым ты подвергаешь меня, ничто для меня, потому что я совершенно не чувствую их». «Близ меня Господь и Бог мой Иисус Христос, Который помогает мне, приготовь мне еще большие муки, потому что боли от этих мук я совершенно не чувствую». В то время, как святая говорила это, слуги, мучившие святую, из не могли. Егимон же, видя, что муки, придуманные им для гликерии, были препобеждены святою, приказал снять гликерию с мучилищного дерева и бить ее в лицо. Будучи Биема, святая сказала, «Мой Бог есть свет мой, Христов же крепость моя, Он оградит благостью рабу свою». Затем, посмотрев на небо, святая сказала, «Молю тебя, владыка, просвети лицо мое и помоги мне мужественно воспринять удары эти, укрепи меня, ты, Господь, ибо ты Бог истины, сокровищами Святого Духа, обогащающий всех небоязненно, исповедующих пред мучителями пресвятое имя Твое. Ты, Господь, помогающий всем угождающим Тебе на земле, ты охраняющий святых Твоих, посредством которых и я познала Тебя, Бога истинного, и возлюбила Создателя моего. Услышь ныне меня, смиренную рабу Твою, подвязающуюся за имя Твое, и помоги мне избавиться от сетей дьявола и уст змия. В то время как святая говорила слова эти, мучители без милосердия сокрушали ее по устам. Но вдруг среди них показался ангел Господень, который настолько устрашил мучителей, что все они попадали на землю, как мертвые. Игимон же, не видавший ангелов, сказал святой, «Скажи мне, Гликерия, почему ты не повинуешься приказанию царскому?» Святая отвечала на это, «Какого же царя я должна слушаться?» Игимон сказал, «Самодержца римского, приказавшего исполнять этот древний, преданный нам отцами закон, предписывающий поклоняться богам нашим». Но святая сказала, «Я слушаю Вседержителя Бога и законно его повинуюсь. Я храню закон его и потому приношу в жертву себя саму, подобно тому, как в древности Авраам принес Богу в жертву Исаака, сына своего, за что Авраам был благоугоден для Бога истинного. За эту жертву Бог не спасал ему благословение и сказал ему, что он будет отцом многих народов». Игимон сказал, «Испомни же, наконец, то, что я приказываю тебе, если не хочешь погибнуть, лютой смертью, как женщина обольщенная». Но мученица отвечала, «Христос, начальник нас, христиан, и первый наш подвигоположник укрепляет на подвиг не только мужчин и женщин, и тех из них, которые мужественно подвязались, воюя с отцом твоим, дьяволом, он награждает светлым венцом». После этого Игимон приказал отвезти мученицу в темницу и велел морить ее там голодом и жаждой в продолжении многих дней. Святая пошла в темницу с радостью, вознося хвалы Богу. Когда она взошла во внутреннее отделение темницы, и когда за ней были закворены двери, то она в таких словах стала прославлять Господа. «Благословен ты, Господь и Бог наших отцов! Благословен ты, Боже, познаваемый святыми Твоими и верно хранящими заповеди Твои, иивший тебя к святому апостолу Петру, выходившему из Рима, посрамивший противника его, Симона Волхва, оказавший помощь Давиду, которому ты покорил под ноги Голиафа. Ты, причестнейший и причистнейший Боже, услышь меня и приди на помощь мне, рабе Твоей, избавь меня от козьей вражи и от соблазна всего нечестивого Изимона». Спустя три дня после этого Изимон сказал к рябуме, «Возьми мой перстень и наложи ей печать на то отделение темницы, в которое заключена та волшебница». Грибун точно спошел, запечатал дверь темницы и приказал темничной страже внимательно следить за тем, чтобы никто не подавал мученице ни пищи, ни питья. Но ангелы Божии приносили святой мученице пищу и питье и укрепляли невесту Христову. Спустя несколько дней после этого Изимон, намереваясь идти в город Ираклию, пришел в темницу повидать ему темницу, так, как хотелось взять ее с собой. Увидав свою печать на двери темничной, он подумал, что Гликерия уже умерла от голода и жажды, потому что много дней прошло с тех пор, как она была заключена в темницу. Но, открыв двери и увидав святую живую, разрешенную от уст, увидал та же иблю, уже стоящей перед Гликерией. В них находился чистый хлеб, молоко, была та же и вода в чашах. Изимон весьма изумился всему этому, так как не уразумел окаянность того, что сам Бог питал рабу свою. Затем Изимон приказал вывезшему мученицу из темницы везти ее за собой в город Ираклию. Витая же воздала за все благодарение Господу, сказав, Владыка Божий, ты научаешься нас познание истины Твоей, промышляешься о верных рабах Твоих, пославший Даниилу пищу, когда он находился во рву, пославший пищу и Ильи пророку, когда он обитал близ потока, обращающий кисти и заблуждающих, просвещающих слепых. Благодарю Тебя за то, что Ты вспомнил и меня, смиренную рабу Твою, и напитал меня во время голода седрою рукой Твоей от неисчислимых сокровищ Твоих. Говоря такие слова, святая шла в город Ираклию, и Игимон же, прибыв туда заранее, уже приносил жертву в храме, посвященном Богу Дию. Между тем христиане, проживавшие в городе Ираклии, узнав, что к ним идет гликерия, пострадавшая за Христа, троя на поле, вышли навстречу ей со своим честным епископом Домесием. Отойдя от города за три попристи и увидав святую, они громогласно прославили ее за страдание о Христе. Епископ же во всеуслышании принес Богу молитву, говоря так, Господи Иисусе Христе, свете неугасимый, просветитель всех, пребывающих во тьме, вождь и заблуждающим, проведший Моисея через море, как посох у фараона, же потопивший в море, молим тебя, будь вождем и рабе твоей, помоги ей до конца, мужественно, исповедать стесное и всесвятое имя твое. Между тем святая была введена вуза в горы с воинами, сопровождавшими ее. Утром следующего дня Егимон решил предать сожжение мученицу в том случае, если она не принесла жертву богам. Вызвав ее через свое судилище, он сказал ей, «Не надумала ли ты, Глиферия, принести жертву богам нашим?» Святая отвечала, «В законе, данном нам Богом истинным, написано, «Не искушай Господа Бога твоего». Перестань же ты меня уговаривать. Я уже сказала, что я всецело присоединилась и всецело служу Христу, Богу и Господу моему и отвергаюсь дьявола, которому ты служишь. Но если я соединен со Христом, если я обручила себя Христу, то неужели думаешь ты, я когда-либо отрекусь от Христа Бога моего и изберу вместо жизни вечной смерти? Ты можешь делать со мной все, что тебе угодно, но я презираю и буду презирать все суетные блага земные, так как я хочу приобрести и искать тебе благо небесное». После того, как святая окончила говорить, и Димон приказал бросить ее в печь огненную. Когда печь была разожжена, святая оградила себя крестным знаменем и сказала, «Господи Божественный, благословлю тебя и прославляю имя святое твое за то, что ты даровал мне настоящий день и час сей, веселье вечное, за то, что ты написал исповедание мое перед ангелами и человеками. Молю тебя, исполни желание души моей, не вие этому нечестивому и мерзкому и Димону, что ты действительно помощник мой». Во время произнесения этих слов святая была брошена в печь, но тотчас небо снизошла роса и угосила пламень печи. Святая же, стоя посреди печи, как чистая агница, воспевала такие слова, «Свят ты, Боже, благословен ты, пославший мне смиренной рабе твоей помощь, небо, пусть уразумеют все, что тебе подчинена всякая тварь, пусть уразумеют все, что по твоей воле пламень печи сей потеряла свою силу». Сказал так, святая вышла из печи невредимой. Димон, задумая, что Гликерия по своему волшебству не получила вреда от огня, приказал содрать кожу с головы ее. Когда слуги Егимонова приступили к выполнению приказаний Егимона, святая мученица воззвала к Богу, говоря так, «Господи Боже, произведший свет, ты, благоволивший процветать правде среди мучений этих, покажи нечестивому Егимону Савину, что всякий, твердо надеющийся на тебя и уповающий на силу твою, никогда не устрашится мучений за имя твое, но даже желает еще большего мученического подвига, дабы восприять более славный мученический веес. Славлю и благодарю тебя за то, что ты открыл внутреннее существо души моей, после того, как была снята кожа с головы моей, так что я, осееваемая твоим светом, могу теперь сказать о себе, открывший очи мои и уразумеющий чудеса закона моего, твоего». И Егимон же, видя поругание для себя в этих словах святой, приказал отвезти ее в темницу и, связав по рукам и ногам, велел положить ее ногу на острый камень. Когда наступила помощь, в темницу снизошел ангел Господень, а сияв темницу, он разрешил святую от оков и исцелил ее, восстановив снова на голове ее кожу, содранную мучителями, так что на лице святой не было видно совершенно никаких ран, и святая была здорова и имела святущее лицо. Утром следующего дня Егимон приказал снова привезти к себе святую на допрос. Когда страх темничный ладить, и открыв дверь темницы, увидел, что святая была освободена от оков, то пришел страх и ужас, не думал, что это была Гликерия. Он вознамерился убить себя, так как подумал, что Гликерия убежала из темницы. Так поступил страх, хотел потому поступить, что весьма боялся наказания от Егимона. Но святая сказала ему, не причиняй себе зла, ибо это я, Гликерия. Стража, находясь в испуге, сказал, помилуй меня, спаси меня, дабы я не умер от страха, так как я верую в Бога, помогающего тебе. Святая же сказала ему, следуй за Христом, и ты спасешься. Стража, выйдя из темницы, возложил на себя узы, которыми была скована мученица, и, неся их на себе, пошел к Егимону. Когда Егимон увидел его, то сказал, что это ты сделала, ладики? Где узница, порученная твоему наблюдению? Ладики сказал на это, вот она предстоит тебе. Нынешней ночью она была с Ян на Божьим светом и исцелена ангелом, постным от Бога, который освободил ее от оков. Оковы эти надел я на себя. Вместе с тем она получила первоначальность, красоту лица своего и была совершенно исцелена ангелом от ран. Видя эти все чудеса Божии, я уверовал в Бога и желаю быть соучастником смерти в литерии. Тогда Егимон, преисполнившись гнева, сказал, пусть будет усечен этот окаянный, и тогда мы увидим, придет ли Христос на помощь к нему. Когда приблизилось время усечения мечом, лаодитей, подняв очи свои к небу, громко возвал, Бог и Господь, христиан, сопрещи меня во царстве Твоем ко святой рабе Твоей гликерии. Святая же гликерия молилась о нем к Богу, говоря так, «Отец Господа нашего Иисуса Христа, исцеливший болезни смертные, освободивший человека, плененного грехом от уз адовых, ты и раба Твоего, лаодитей, освободи от власти дьявола, помоги ему до конца довести подвиг своего исповедания и прими душу его в мире». Лаодитей же, слышавший молитву гликерии, сказал «Аминь». После этого он был усечен во главу. Тело же его честное, христиане взяв тайно похоронили с тесью. Между тем, егемон, обратясь к гликерии, сказал ей, «Мы знаем, что отец Твой был анфипатом римским, знаем так же, что и мать Твоя была столь же благородного происхождения, но кто Тебе помогает, мы этого не знаем. Скажи нам об этом Ты сама». Святая отвечала, «Мне помогает Христос, спаситель мира и источник всякой радости, посылавший мне пищу в темнице, разрешивший меня от оков и восстановивший красоту лица моего, попранную Тобою». После этого егемон приказал отдать святую зверям на съедение. Святая шла к зверям с весельем и радостью, как бы на некий пир. Когда она прибыла к тому месту, на которое выпускаются звери, то остановилась. В тот час на гликерию была выпущена большая львица, грозно рыкавшая. Но, подойдя к святой, она тихо легла у ног к ее и начала их лизать. Святая же, подняв очи свои на небо, сказала, «Благодарю Тебя, Боже святильный, Боже отцов, Боже милосердие! Благодарю Тебя, укротившего ярость зверя, дабы показать всем божественную силу Твою! Благодарю Тебя за то, что Ты сделал для меня легкими все даже самые жестокие мучения! Услышь меня, Боже, и воздай этому злому егемону по делам его! Меня же не лиши венца благодати Твоей вместе с прочими святыми Твоими! После того, как святая помолилась, так был слышен с неба голос, говоривший, «Я услышал молитву Твою! Приди ко мне с миром! Вот Тебе отверзаются двери Царствия Небесного!» Вскоре была спущена другая львица, которая, подойдя к святой, угрызла ее, причем тело святое не было растерзано львицей. Так предала святая душу свою в руки Божии. Кончина святой мученицы последовала около 177 года. Звери же тотчас возвратились в свои клетки. В тот же час егемон сильно разболелся тяжким недугом. Отек весь водянкою и весьма раздулся, так что умер на улице, ибо его не успели принести в дом. Епископ же Дометий взял многострадальное тело святой мученицы Гликерии и похоронил его на одном красивом месте вблизи Иераклии. Впоследствии от честных мощей святой Гликерии истекло целебно-носное миро, прочевавшее многоразличные недуги во славу Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога в Троице Славимого, Которому восславается честь, слава и поклонение ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. честного саооооооооu Продолжение следует...